сегодня у нас с вами очень необычный просмотр потому что приходится идти от конца к началу то есть вы уже видели фильм о ван гоге современный а сейчас это классическая голливудская картина так называемый байопик историко-биографический фильм 56 года режиссер винсент миннелли автор замечательных мюзиков и нуаров что самое интересное фильмографических справочниках есть еще и джордж кьюкер но в титрах его нет вот очень интересно какую роль создатель последствия моя прекрасная леди и режиссер классического голливуда внес в эту картину как бы то ни было фильм был сделать пятьдесят шестом и это ровно через три года то есть голливуд держал нос по ветру через три года после того как вышло четырехтомное собрание писем переписки двух братьев ван гог ван гогов винсента и тео и после этого хотя первое собрание писем появился еще в одиннадцатом году получилось так что голливуд угадал после выхода этих четырех томов ван гог стал по выражению одного искусствоведа иконой поп-культуры вот с этого момента это все и начинается блюд мгновенно это почувствует хотя во первых произошло это не сразу во вторых вот в этой картине которую сегодня посмотрите очень четко видно начальная стадия видна вот этого самого превращения то есть что нужно сделать с художником не искажая не вчитывая но какую операцию тем не менее провести чтобы он стал удобным в употреблении и тут важно несколько моментов отметить во первых середина пятидесятых это уже такой серьезный начал системного кризиса самого голливуда уже появляются уже шесть лет как независимые продюсеры прежде всего стэнли крэймер это важно и не упомянуть еще и потому что именно он открыл керка дугласа исполнителя главной роли фильме чемпион сорок девятого года по рингу ладно ларда далее существенно то что перед нами такое большое полотно широкоэкранное цветное это опять-таки важно потому что уже был короткометражный великий фильм олены рене ван гог где камера неистовствовала где она передавала все напряжение великого художника но картина была черно-белой в этом был еще особый вызов здесь наоборот далее все буквально вот великие люди они так или иначе становятся объектами классического кинематографа но в свою очередь уже авторское кино пришедшие спустя какое-то время в те же пятидесятые через десятилетия деконструирует есть может так выразиться этот классический вариант в частности роберт олтман великий фактически создатель нового голливуда он делает фильм винсент и тео 90-м году непосредственно перед своим колоссальным взлетом уже с фильмами в по тематике кино о кино начиная с фильма игрок и не упомянуть этот фильм невозможно потому что как раз тут то и видно какие именно позиции в фильме миннелли и кьюка распариваются причем оспариваются как бы незаметно вот на полях если угодно не то что вот сняли эти снимали красиво а тут значит некрасиво все гораздо интереснее точнее и своеобразнее и так миннелли берет во первых не жизнеописание в англ как таковое а берет роман иринга стоуна и роман переводится как жажда жизни но оригинальное его название прерывистость можно даже так сказать и композиция фильма в точности этому и соответствует то есть сначала один эпизод второй эпизод третий эпизод и только когда появляется гоген в исполнении антони куина кстати именно гоген то есть антони куин получает оскара за лучшее исполнение мужской роли второго плана а кирк дуглас получает свой золотой глобус а оскара не получает отнюдь тоже разберемся в этой ситуации и вот что происходит картина практически берет все абсолютно основные моменты в жизни ван гога то есть формально это чистой воды жизнеописание и учительство и попытку стать священником поездку в баринаж несколько лет жизни там где ван гог начинает писать реалистические полотна можно сказать так вот по-настоящему когда ван гог туда перебирается он приходит в ужас то есть это настоящий ады фильме да нищета ну конечно надо сочувствовать униженным и оскорбленным и ван гог начинает писать отсюда вот здесь начинается уже некоторая не то чтобы полемика именно приведение биографии ван гога его художнического пути в нужный на нужное русло второй момент мы бы ничего не знали скорее всего вот об этих болениях хотя ван гог конечно бы прозвучал в полную силу если бы не жена тео который фильме минели который вы сегодня увидите практически но так чуть-чуть в то время как олтман именно на ней строит все действия по большому счету тем более расшифровать письма на настоящий подвижнический труд она взяла письма и а ван гог как известно писал на трех языках ты писал курей лапой поэтому понять дикую смесь французского немецкого английского довольно сложно тем не менее она это сделала все расшифровала и олтман ей воздает должное у минели она безусловно есть но просто как вот в объективном повествовании дальше сама история живописи здесь деликатнейшим образом трансформирована важнейший этап когда ван гог перебирается в париж там самая интенсивная работа и огромное количество картин он работает непрерывно он ищет себя заново он получает свою среду которая все таки его ободряет при том что зрители не принимают как вот новую живопись импрессионистов так соответственно и пост импрессионизм тоже они еще даже не знали что у них есть приставка будет приставка пост просто они как бы понимали что они уже начинают делать что-то другое и ван гог и гоген и сезанн тем более тулус латрек вся вот эта великая четверка они уже скорее отталкиваются но в какую сторону голливуд воспроизводит классический конфликт ван гог представительствует от имени натуры природы он пытается как можно больше увидеть и запечатлеть почти как импрессионисты гоген решительно с ним спорит и говорит нет я за самовыражение то есть получается спор реалистов с романтиками то есть по большому счету это вот допустим французский театр литература вот как раз первой половины 19 века в то время как импрессионисты как известно начинали во второй вместе с новой литературой литературой бадлера и флабера ну и соответственно нашего иван сергеевича тургенева который оказался практически там же чуть позже и переводил соответственно флабера а флабер называл его своим учителем why don't you shut up if you have to love it don't do it over me when have you done a stroke of manual labor in your life well i have i've dug ditches in the stinking heat of the tropics i worked in the docks and weather so called my hands froze on the ropes and i can tell you there's nothing noble or beautiful about it так вот по большому ты счету и одиночество гогена и одиночество ван гога и одиночество сезанна фатальное и тотальное и их открытие после в последующие времена усвоены самыми разными художниками там возьмите в если опять же остаться в пределах ван гога возьмите фрэнсиса бейкона с одной стороны джексона полока с другой а фильм о полоке вы еще увидите тем не менее что происходит возврат назад голливуд самая консервативная кинематография из существующих успокаивает зрителя с одной стороны давайте будем сочувствовать этому невероятному человеку но в то же время вот сведем неизвестное к известному и порадуемся этому в то время как все вот вся вот эта великая четверка они были устремлены как раз в сторону метафизики сторону скрытой сути вещей каждый из них пробивался к ней сам и ван гог как раз больше всего искал все-таки именно в совершенно новых цветовых сочетаниях вот чистых цветов и естественно в этом отношении он конечно абсолютно безоглядно шел к своей гибели потому что степень не просто самовыражение романтического вот этого поиска сути вещей была абсолютно безоглядно вот как никто другой вот если сезан был упорен в своих поисках этой самой сути то ван гог строго говоря нельзя даже сказать что он искал он пробивался прорывался к самому себе этот прорыв оказался не то чтобы совсем губительным но близко и вот эту губительность надо было немножечко привести нужное состояние поэтому керк дуглас с его неистовством с его мощью но в открытый в конце сороковых американским кинематографом независимым он здесь очень хорошо пригодился потому что он мучается но он здоровый изнутри он принципиально вот такой человек но не может он сойти с ума и вы это увидите он именно в лучшем случае это вот такое тяжелое нервное состояние поэтому естественно авторы добирают необходимое прежде всего цитируя картины и тут уже по-настоящему интересно потому что с одной стороны мы видим как какие-то самые знаменитые полотна пишутся с другой стороны вдруг когда они с гогеном всего лишь идут по арли вечером увидим кафе буквально тот же самый ван гог но красивейшим образом введенный в ткань непосредственно таких моментов к сожалению не очень много потому что сюжет вернее фабула жизнеописания берет свое и тем не менее вот как допустим мы понимаем как показана ссора ван гога и гогена после чего он выбегает с бритвой в итоге отхватывает себе мы не очень понимаем что если не знать что это только мочка уха не ухо олтман потом специально по этому поводу скажет винсенте это несколько слов так вот тут же вспоминаешь строчки арсения тарковского тогда судьба последуешь шла за нами как сумасшедший с бритвой в руке такая вот мой я не поручусь что это прямая прямая отсылка к ван гогу тем не менее вот именно такой сумасшедший с бритвой в руке всего лишь возмущенный выбегает на улицу после чего агрессия обращается на него самого им же самим но финале когда ван гог стреляется мы видим что этот выстрел происходит за кадром повозка и таким образом опять же наши с вами ощущения всячески щадятся ултман тоже берет эту повозку буквально цитирую в данном случае фильм миннеле но только повозка это соответственно встречается с уже застрелившимся ван гогом окровавленным которую у олтмана играет как известно тим рот круж тоже никак не назовешь трагическим героем это вот тоже очень интересно что происходит с актерами в этом сюжете и зато когда смотришь фильм жажда жизни поражает сколько всего там уже есть из будущего кино в частности напомню если кто может быть забыл фильм хищ-хок и птицы вот в какой-то момент там есть вот еще секунда и будет триллер даже хоррор потому что вот эти вот вороны они естественно фигурируют абсолютно во всех жизнеописаниях ван гога и действительно дорогого стоит этот сюжет когда он идет эти вороны в общем для него символизирует некий ужас бытия который в той же самой натуре существует но тут вороны есть в фильме олтмана ворон нету но ван гог уже рисует их а перед этим он вместо чистого голубого неба те же самые цвета вроде бы дает еще и сгущающиеся тучи это уже его внутреннее состояние то есть делал не только в абсолютной безоглядности ван гога он становится как бы органом живописи то есть он делает то же самое что ницше сделал философии он ставит себя в центр повествования но не от первого лица этого пожалуйста это оба уже было полно а вот себя как такового во всех своих проявлениях и соответственно в этом отношении действительно идет до конца такого ван гога мы с вами фильме жажда жизни не увидим потому что нас возвращают в состоянии привычных мук гениального художника который да он был вот таким ну что поделаешь но тем не менее давайте оценим его величие вот это второй план фильма и отдельных сцен в нем он становится понятен до конца когда знаешь действительно последующую историю ну еще приведу пример из сегодняшней картины когда ван гог подхватывает нечет прачку какое-то время пытается завестись не семью ничего в итоге не не получается все это довольно быстро и конспективно в реальности это он подобрал проститутку именно с ней попытался создать семью но опять же тут нас щадят зато все те же самые вороны и ван гога мы увидим в гениальной картине состоящей из нового акера курасавы сны уже девяносто второго года где ван гога играет так на минуточку мартин скорсеза собственной персоной то есть если внимательно смотреть вот этот фильм сегодняшний то мы действительно увидим с одной стороны такую редукцию приведения к общему знаменателю неизвестного к средине неизвестного к известному но в время поскольку это кризисное время пятидесятые годы уже намечаются некие возможности для самого кинематографа для самого голливуда в том чтобы в рамках привычной мифологии развиваться дальше и конечно жизнеописание для голливуда вот именно в этот период она не очень типично потому что там сразу произошел гениальный прорыв когда урсон уэлс сделал гражданина кейна и если вот все жанровые собственно жанровые фильмы и мюзикл и вестерн и гангстерский фильм переходом в черный фильм в нуар сороковые годы и преображение некоторых актеров как хэмфри богарт или джеймс кегни уже в этом новом кинематографе великом которые естественного в голливуде уже была охота на ведьм тоже будь здоров веселенькая история а вот сами по себе жизнеописания там не очень сильно звучали до был жизненными ли заль эмилия золя например уильям дитерли но канон в отличие кстати от нашего кино конца 40-х начал 50-х канон жзл по большому счету не сформировался тем интереснее что перед нами отнюдь не цельнометаллический миф в сегодняшней картине а именно фильм где есть простор для додумывания отдельных моментов потому что конечно авторы прекрасно понимали что они делают не авторское кино они делают кино зрительское и тут пожалуй самое важное вот девятнадцатый век с колоссальной революции в области искусства второй половине века а вот век двадцатый когда голливуд не только европейское естественно искусство приводит к общему знаменателю но и свою собственную литературу которая самого начала была противостояла английская литературе тоже переводит на рельсы голливуда и практически действительно не то что адаптирует не только адаптирует достаточно посмотреть экранизацию романа хемингуэя фиеста в 59 году с робертом тейлором в главной роли но помилуйте картина замечательно какое отношение эти герои имеют к метущимся героем хемингуэя которые изъясняются в основном междометиями и авторы конечно понимают что времена начинают меняться если бы это была просто картина которая возвращает нас какое-то далекое недалекое прошлое было бы не так интересно здесь действительно есть возможность развития в разных направлениях о чем я вам и хотел сказать кирк дуглас переживает в этот момент начало своего взлета и у него отдельная проблема очень серьезная потому что еще чуть-чуть и его сделают как раз исполняющим обязанности гэри купера потому что один из симптомов кризиса классического голливуда заключался в том что они искали звезд заменителей в итоге таким заменителем гэри купера великого который умер в 60-м году стал грегори пэк еще в 50-е годы уже активно снимавшийся а кирк дуглас как-то выскочила вот из этих ножниц и в итоге оказался фильме стэнли кубрика спартак и тут самый большой анекдот потому что спартака мы посмотрели в советском прокате минут на 40 короче чем был в оригинале в оригинале мощная притча о двойственности власти которая сначала инициирует протеста потом его присваивает и там дуэль действительно и физиономической в том числе крас гениальном исполнении лоренса аль и соответственно кирк дуглас спартак но если вы видели фильм вспомните как как они на арене собственно говоря это общество зрелище потом назвал философ и социолог французский гиде бор вот эту ситуацию и ничего не поделаешь в общем надо как бы публику все равно развлекать хотят все равно проигрыши победителя распять как говорит крас и у нас на 40 минут сократили и в результате получилась такая замечательная голливудская штучка такой историко-костюмный боевик с красивой дамой на сладкое выдающийся критик юрий миронович ханютин почувствовал что дело нечисто написал в своей рецензии ослины и уши голливуд вот в этом месте поперли а на самом деле картину кубрика снял абсолютно гармоничную композиционно выверенную и там все было на месте но кирк дуглас в итоге все-таки оказался гораздо больше вот эмплуа в который вы попытались загнать а начало этого процесса как и борьбу с ним вы можете увидеть опять здесь же и последняя энтони квин естественно хотя он знаменитый актер он снимался и до и после но здесь уже для американского зрителя он присутствует в ореоле дзампано филиниевского который за два года до этого получает оскара за лучший иностранный фильм за фильм дорога как известно в котором энтони квин сыграл вот это чудовище который пробуждается однако к новой жизни то есть я очень рад что вы посмотрите сегодня эту картину хочу сказать что у нас долго очень по-настоящему американское кино у нас не то что не знали а было очень дозировано по чуть-чуть покупалась потом все хлынуло и вот когда все становится на свои места вдвойне интересно но мы действительно вынуждены идти обратным ходом то есть от конца к началу хорошего просмотра а